Давайте поразмышляем о том, что может случиться с потреблением в будущем. Это неблагодарная роль для человека науки заниматься прогнозами, особенно в социальной и культурной сфере. Тем не менее я позволю себе такого рода размышления. Мы поговорили до этого о разных стратегиях, о разных типах потребления и выделили их шесть типов. Я должен сказать, что их отношение является иерархическим, потому что пока у вас не удовлетворены базовые потребности, вы не будете думать о том, как питаться еще лучше или демонстрировать свой социальный статус. Если вы умираете в пустыне от жажды, вам ни о чем другом уже думать невозможно. Тут есть определенного рода иерархия, но знаменитая пирамида Маслоу говорит нам о том, что все это устроено иерархически. Я бы не сказал, что эта иерархия является однозначной и четко пирамидальной. С одной стороны, нужно обратить внимание на то, что общество не развивается прогрессивно и эволюционно. Нас и в современном, казалось бы, обществе потребления окружают люди, у которых базовые потребности не удовлетворены. Например, бездомные в Москве, нужно не просто дать им возможность потреблять, но мы считаем, что это потребление должно быть достойным, оно должно соответствовать человеческому достоинству, для этого открываются ночлежки, для этого люди занимаются волонтерством, занимаются благотворительностью в этой сфере. Базовое потребление — проблема, которая реализована далеко не на всех территориях мира. Мы знаем, что огромное число людей имеет проблемы с пропитанием, с водой и тем более с жилищем. Мы не наблюдаем прогресса таким образом, чтобы эта проблема была снята. Общий вывод, который можно сделать из этой констатации заключается в следующем. На самом деле потребление не эволюционирует, то есть все типы потребления, которые мы определили, существуют и будут существовать и впредь. Но можно говорить о некоторых трендах, связанных с обществами типа современного российского или обществах достаточно развитых. На самом деле там действительно наблюдается определенного рода динамика, определенного рода изменения, и связаны они с несколькими обстоятельствами. Во-первых, общество модерна — это общество, которое нацелено на демонтаж иерархии, по идее это общество равных людей. Это означает, что роль демонстративного потребления в развитых обществах, которые приближаются к идеалу модерна, сокращается. Демонстрировать свое превосходство часами, автомобилями, либо малиновыми пиджаками в этих обществах становится менее популярно, чем в более иерархических. По мере того, как модерн выполняет свои обязательства, то есть общество становится более или менее равноправными, мы будем наблюдать демонтаж такого рода демонстративных стратегий. Мы видим, особенно на примере России, что даже высшие классы, элитные классы достаточно быстро излечились от желания демонстрировать свое превосходство золотыми цепями, определенными марками автомобилей и определенного типа пиджаками. На смену этому приходит другой тип демонстративно-символического потребления, гибридного потребления. Люди скорее демонстрируют свою приверженность определенному образу жизни, они кастомизируют свое потребление, демонстрируя попросту, что они принадлежат к определенного рода группам, которые занимаются спортом, демонстрируя определенный вид обуви или трекеров на руках, или людям, которые, например, увлекаются буддизмом или тем группам людей, которые занимаются выращиванием растений. Это все как бы плюрализация и отказ от такого рода иерархии. Мы попросту выбираем потребление, связанное с определенным стилем жизни. Второй важный тренд связан с тем, что в обществах, которые являются достаточно развитыми, возрастает роль идейного потребления. Я не ошибусь, если скажу, что сегодня значительная часть такого рода идей является не политическими, носить майки с чагеларой можно, но уже не слишком популярно. Такого рода идеи в основном связаны с экологией, с защитой природы и так далее. Сегодня некоторые рейтинги говорят, что самое популярное понятие этого года — это климатическая забастовка. Люди демонстрируют свою приверженность вот такого рода зеленому тренду. Мы знаем, что идейное потребление связано со многими совершенно аспектами, например, с аспектами идентичности. То есть люди в своем потреблении демонстрируют, что они принадлежат к определенного рода группам с определенной историей. Это демонстрация определенного рода выбора идентичности. Мы можем дальше перечислять массу других идейных стратегий, но роль идейных стратегий потребление будет возрастать. Третий тип потребления — это потребление, связанное с эмоциональным опытом, значение которого будет возрастать в будущем. С чем это связано? Это связано с глубинной философией и конструкцией современных модерновых обществ. Потому что общество модерна родилось тогда, когда люди обратили внимание на свою субъективность. В тот момент, когда Декарт самым достоверным суждением признал суждение когет эрго сумм. Мы никуда не ушли от этого обстоятельства, и внутренняя ориентация глубинным образом связана с модерновым индивидуализмом. Сколько бы нам не объявляли о смерти субъекта, автора, и так далее — это всего лишь навсего игры в слова. В действительности самым фундаментальным опытом человека современности является опыт его субъективности. Теории, которые говорят о том, что в современных обществах происходит поворот к обществу переживаний или обществу впечатлений, попросту означают, что это элитарное открытие, которое сделали философы на заре модерна, сегодня попросту становится массовым. Это повод поразмышлять о том, что является наиболее интенсивным переживанием в нашей субъективности, когда проблемы сохранения решены. Философская теория модерна говорит, что такого рода переживания являются прежде всего переживаниями эстетическими, потому что именно эстетическое переживание является наиболее глубоким, наиболее сложным и наиболее интересным. Если мы посмотрим на то, что происходит в окружающем нас мире, мы увидим, что идет глубинный процесс, направленный на развитие такого рода эстетического переживания, связанного со сложными формами опыта. Например, одна из самых быстрорастущих современных культурных индустрий — это индустрия, связанная с музеями. Что такое музей? Музей — это огромная машина, которая позволяет развивать нам в себе опыт эстетического потребления, потому что музей изымает предмет из сферы возможного обладания, помещает его под витрину или под стекло. И люди, которые приходят в музей, в действительности развивают в себе способность эстетического переживания предмета. Я напомню, что согласно кантовской эстетике, с чем вообще связано переживание прекрасного — это удовольствие без обладания. Если мы говорим о том, что человечество перепотребляет или существует сверхпотребление, то главная стратегия, которая снижает физическое перепотребление — это стратегия эстетизации. То есть когда люди начинают получать максимум удовольствия без обладания. Поэтому эстетизация — это важнейший тренд современного общества. Эстетическим потреблением является в значительной степени потребление, наверное, самой большой современной индустрии, самой большой современной экономики — это экономика туризма. Зачем люди путешествуют? Почему огромное количество людей тратит все свои силы на работе для того, чтобы в отпуск отправиться куда-то в путешествие, для того, чтобы испытать новый опыт? Этот опыт по-хорошему является опытом эстетическим, об этом говорит вся теория туризма. Дэн Маккавен, например, считает, что люди отправляются в путешествия, потому что только в роли туриста они способны увидеть функционирование общества в целом. Это марксистская теория, то есть пока мы работаем, мы отчуждены, мы заняты своим делом, мы не видим, как устроен мир в целом. И только путешественник, только турист способен увидеть, как функционирует общество в целом. Это по определенному роду эстетический опыт. Люди путешествуют для того, чтобы реализовать свой туристический взгляд. Туристический взгляд — это определенный опыт эстетического переживания. Если мы посмотрим на всю современную культуру, связанную с видеоизображениями, то в значительной степени это производство туристического взгляда. Эти образы производятся для того, чтобы люди захотели увидеть то, что они видят на этих картинах. Мы можем увидеть распространение этой эстетизации и в том значительном внимании, которое сегодня уделяется программам, как обустройство городских пространств. То есть городские пространства должны позволять людям испытывать эстетическое удовольствие. На это тратятся огромные деньги во всем мире. Это тренд, который развивается и будет развиваться в России и дальше. Я бы сказал, что преобразование потребления в эстетическое не является новым. Это отчасти символический тип потребления, но этот тип потребления становится сегодня массовым. В той мере, в какой потребление преобразуется в символическое и эстетическое потребление, нацеленное на интенсивность наших переживаний, в той мере мы меньше будем потреблять материальных предметов. Поэтому я возлагаю надежды на преодоление сверхпотребления не с идейными стратегиями, а именно с эстетизацией нашего потребления с тем, что мы действительно выполняем и будем выполнять надежды общества модерна, связанные с тем, что субъект и его опыт являются в нашем обществе центральным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok